Ну что ребят, всем огромный привет! Это у нас игра Clash Royale и не так давно игра у нас с вами обновилась до новой версии, в которой Supercell преподнес нам много чего интересного, в том числе и испытания. Сегодня я бы как раз и хотел наверное посмотреть на них, а как видите на данный момент присутствует только два вида, это большое и классическое испытание. Классическое испытание соответственно поскромнее, большое по картам куда богаче, но извините меня и стоит дороже. В общем сегодня мы на этом самом испытании поиграем, на большом глянем, что же оно из себя представляет и с чем его едят. Насчет самих испытаний ребят, насколько я понял при трех поражениях я просто-напросто из этого самого испытания вылетаю напрочь. И здесь действует правило турнира, соответственно вышки твои максимум девятого уровня, карты обычные девятые также, редкие седьмые, эпические четвертые, ну и легендарки первые. Дополнительное время дается 3 минуты. Собственно, действительно, мне кажется было бы интересно посмотреть, поэтому давайте с вами как раз и залетим на вот это вот дело. Как мы видим, если мы вообще никого не победим ни разу, просто-напросто, у нас все равно будет гарантированный приз и это приятно. Ну и при 12 победах подряд нас будет ждать главный приз в размере 22 тысяч золота и 1100 обычных карт, ну и еще небольшого количества других, таких как 110 редких и 11 эпических. И, кстати, есть шанс выпада именно легендарки, я думаю это интересно. Поэтому, ребята, давайте вот прямо при вас нажму на кнопочку присоединиться за 100 гемов и посмотрим, соответственно, что у нас получится. Твой приз уже, сейчас следующая победа принесет 500 золота и 10 карт, а победы пока ноль и ни одного поражения не было. Ну что, давайте посмотрим, что у нас с вами получится, как это все будет, соответственно, играться. Так, противник подбирается и это у нас с вами, это, насколько я понимаю, реальный игрок. Я почему-то не ожидал этого, я думал то, что здесь будет как-то, может быть, с компьютером. Это, наверное, да, глупое предположение было, но сейчас глянем. Так, в общем, начало у нас с ним, с оппонентом примерно одинаковое. Ребят, если я сегодня проиграю, то вы это не серчайте особо сильно, потому что я как бы это просто-напросто смотрю за тем, что у меня получится сделать. Тут, если ничего не получится, будет, конечно, обидно, потому что как бы сотку гемов просрал, как ни крути, но при этом мы посмотрим. Хотя бы, что это из себя представляет, и многие люди будут хотя бы, ну, примерно понимать, стоит ли оно того. Ну, я говорю про сто гемов. Надо ли на это дело так раскошеливаться или оно того вообще не стоит. Так, пока дела обстоят у нас не особо хорошо. Я еще толком ничего такого и не сделал, честно вам признаться. Так, надо бы его принцессу забрать, но, скорее всего, да, его принцесса мою забрала куда шустрее, и это нехорошо. Я боюсь то, что таким темпом нас ждет наше, походу, первое поражение, чего бы я уже не хотел. Ладно, пока не будем отчаиваться, все-таки играть нужно, ни в коем случае не сдаемся. Так, здесь скину, пожалуй, миньончиков, может быть, они мне как-нибудь помогут, но огненных духов скидывать уже поздняк. Гигант толком ничего и не сделает, такого здесь я, пожалуй, добавлю шахтера своего, чтобы он мне немножко халпанул. Надеюсь, он это и сделает. Ну да, вроде как вместе с вышкой что-нибудь мы должны с вами в плане урона выдать ему. А тут я делаю вот такую вот связку, ну и, соответственно, смотрю за происходящим. Пока, ребят, дела обстоят вообще нехорошо, я толком ничего не могу сделать. Он кидает разряд, которым, кстати, далеко не всех забирает, и это хорошая новость. Так, отлично, знаете, что отлично именно так, варвары, пожалуйста, быстрее появитесь! Ой, минус принцесска, походу, да. Не успела свою принцесску сохранить. И да, ребят, дела у нас обстоят далеко не лучшим образом, я вообще не разыгранный абсолютно, и, возможно, это всё-таки сказывается на геймплее, да, наверное, так оно и есть. Надо было, может быть, немножко в глобуле поиграть, а то прям сразу же куда-то погнал, и уже начинаю немножко сливать. Это не круто. Скину шахтера, чтобы попытаться хотя бы одефаться, огненные духи, чтобы его принцессу забрать у меня также присутствуют, хотя подождите. Давайте торопиться не будем, я сделаю пока вот таким вот именно образом. Глянем, что у нас из этого получится вообще в дальнейшем. Тут идёт моя принцесска, мы быстренько с вами забираем его, здесь я скидываю огненных духов, которые, мне надеюсь, в итоге конечном халпанут. Здесь, пожалуй, добавлю миндёнов, и у меня вообще ни хрена не получается зайти на его сторону, что за дела вообще такие происходят? Он меня коцает, я не могу к нему дойти, я не понимаю, почему. Что за бред? Я не могу ни гиганта, ни связку, ни одну не могу сделать, это вообще какой-то идиотизм. Давайте, наверное, поизон скину, ни разу закатку, ни поизон, ни зап, я по-моему, не потратил. Как это называется, я не знаю. Так, забрали эту всю дичь, здесь, пожалуй, скину варваров, а далее добавлю гиганта по этой стороне. Нам нужно проходить, в любом случае надо идти, забирать хотя бы одну из его сторон. Не забываем, что у оппонента, как ни крути, присутствует шахтёр, эта тема такая, мягко говоря, неприятная. Разрядом он накрыл именно своих, ну, вернее, миндёнов моих, своим разрядом моих миндёнов. Он накоцил. Я не понимаю, у меня вообще не получается ничего, я не знаю, в чём проблема, почему так всё хреново обстоит. Я попробую от муха отдефаться, даётся дополнительное время, но это как бы да, это норма. Мне нужно мою связку сделать дефолтную гигант, яд и мухи. Можно это сделать, пожалуйста, его пушка мне просто всю малину портит. Я не знаю, как мне поступить в этой ситуации, нужно опять, летит его шахтёр со всех ног. Я не знаю, у меня абсолютно не получается. Господи, уже прям сходу с лёту проиграть, наверное, мог только я. Ладно, давайте будем считать, что мы с вами только разогревались. Первое поражение, к сожалению, зашло довольно быстро. И, как мы видим, да, первый крестик у нас уже присутствует. Супер! Чё я могу сказать ещё? Просто охренительно. Так, ещё один оппонент. Ладно, давайте хотя бы его попробуем выиграть. Может быть, нам с тем противником просто не повезло. Кто его знает? Так, так, так. Надо, надо победить, а то как-то вообще не солидно. У него тоже, принцесса, слушайте. Чё-то как-то у всех одинаковые колоды какие-то. Меня это немножко смущает. Скинул здесь поездом, в общем, я. А ледяной дух там у него идёт. Окейушки. Так, он там скидывает своего товарища шахтёра. Чем бы мне его одевать? Забирает ещё и моих юнитов. Здесь я, пожалуй, скину принцессу, которая сначала заберёт его, принцессу, а потом ещё и от шахтёра мне поможет. А не, шахтёра мы и так уже забрали, поэтому от шахтёра одеваться. Ненужный гигант, ребят, в принципе, свою лепту как бы внёс в эту игру. Он почти ему вышку снёс. Охренительно. Ну что могу сказать? Пока меня всё, в принципе, устраивает. Вау. Серьёзно? Так. One moment. Гигант. Варвары, срочно, пожалуйста, на мапу можете появиться? У меня здесь как бы проблемки. Было бы неплохо, если бы вы мне холпанули. Малый самую. Так. Там у него пытались мушкетёры коцать. Ну, получалось это у них относительно хорошо. Его принцесска идёт. Залп чисто по варварам. И огненные духи должны докатиться. Ну, по крайней мере, да. Они не должны. Они просто обязаны были дойти до его вышки. И, в принципе, так оно и случилось. Теперь нужно что-то придумать именно с его принцессой. Ага, ещё и с рыцарем теперь. Окей. Так, всё это дело агрится на нашего гиганта. Это неплохо. Я, пожалуй, скину миньонов, которые, надеюсь, мне в итоге должны будут помочь. Правда, вот у него здесь куча жирных юнитов, таких как рыцарь. Ух ты, принцесску. Да, принцесску забрали. Это круто. Гигант всё-таки дошёл. Ледяного духа у него, по-моему. Да, сейчас мы отработали. Если я ничего не пропустил. Но, в принципе, ребят, что могу сказать? Турнир очень... Ну, вернее, испытание, действительно, это как турнир есть. То есть, как раз с этого и идёт. От оттолкновения, я не знаю, как это можно назвать. Но, короче, именно что-то наподобие турнира всё это дело. Только я не знаю, есть ли шанс тут встретить, к примеру, противника, который был бы по силам тебя слабее. То есть, к примеру, может ли здесь участвовать восьмой уровень? Я как бы не особо прочитал регламент. Или же здесь баланс ради, типа, сделано так, чтобы могли принимать участие только девятые уровни. Всё-таки, как первый день обновы, я ещё до сих пор не всё прочухал. Так, как вы смотрите на то, что я здесь кину поизон, чтобы забрать у него немножко хп на вышке, травануть его мушкетёров, я думаю, должно получиться, в принципе, добротно. Далее здесь кину шахтёра, чтобы забрать, соответственно, это всё дело. И тут мне нужны варвары, просто обеззаловка и рыцарь. Спасибо, отлёгся. Это хорошо. Так, ага, там он под рейджом просто, по-моему, неистово как-то рубит мою вышку. Так, слушайте, мне кажется, уже пора забирать у него сторону, которая слева, а то что-то как-то она у него стоит, до сих пор не снесённая. Это грустно. Всё, сейчас заберём. Нормуль. Вышку забираем, значит. Пойдёт. Опять, смотрите, он ещё собирался... Вернее, не собирался, а собирается такой связкой чисто разносить. Шахтёр под рейджем, братан, ну такая себе идея. Слушайте, ребят, ну, по-моему, это наша первая победа, если я всё правильно понимаю. Да, вроде так оно и есть. Возможно, даже на две короны у меня получится снести его. Да, получилось снести его на двуху. И это наша первая победа, за которую мы с вами получим... Это чё, его третье поражение? Почему он так жёстко злится? Ну ладно, не суть. В общем, да, плюс 10 карт нам накидывается, и ещё 500 галдишки сверху. Ну, неплохо. Всё, первая победа уже присутствует, друзья, и вот теперь уже пристаков. Следующая уже накидывает не 500, а золото и 10 карт, а 600, золото и 20. Хорошо. Будем надеяться, что это моя не последняя победа, этого бы не хотелось. Так, ну смотрите, пока нам попадаются чисто девятые ловела, я не встретил ещё ни одного восьмого. Я думаю, это хороший, на самом деле, знак, потому что не будет дисбаланса. И вообще мне, знаете, что интересно, смогу ли я, например, на моём втором аккаунте участвовать здесь? То есть, или мне просто закрыть сюда доступ, и чисто с девятых левелов начинается? Или как? Для восьмых уровней свои турниры, для девятых свои? Вау, офигенный поизон, сейчас с его стороны прилетел, честно вам признаюсь, друзья мои. И здесь нужно кидать наш яд, то есть, это прямо обязательно, я думаю, ой, сейчас сплэшара по мухам походу пройдёт, хотя не, подождите-ка, он очень вовремя скинул своих вороров, мухи наши в них воткнулись, как раз отлично огненными духами я прокоцал, ну и в принципе, да, тот урон, который я нанёс, мне в принципе, очень-очень даже нравится, он меня полностью устраивает. После этого я делаю вот такую вот принцеску, возле своей вышки, которая справа, чтобы отработать, получается, его. Ух ты, дружище, да ты серьёзно, что ли? Я думаю, это будет сложно, вот что мне хотелось бы вам сказать, я попробую сейчас вот так вот как-нибудь поступить, там его шахтёр в надежде на то, что он убьёт мою принцессу, и да, всё-таки он её убивает, довольно жаль, что так вышло, но в принципе, ребят, пока держимся. И здесь я, наверное, скину яд, а то его мухи там как бы нам довольно жёстко могут накидать, и, кстати, вышку справа я у него тоже довольно хорошо покоцал, вам не кажется, не? По-моему, всё проходит действительно не так уж и плохо, отлично. Огненные духи воткнулись так, как нужно, два в принцессу, чтобы её забрать, соответственно, ёлки-палки, принцесса, вот здесь вот им не очень нужна, и также мне здесь нужен очень разряд, давай быстрее, пожалуйста, братан, отлично! Вот это вот, пацаны, просто царский деф, вот это вот, конечно, модефали чётко, и в принципе шанс противника ту, ну, не ту, вернее, а вот эту вот атаку завершить успешно, с, соответственно, лавой и вот тем, что он там накидал, обвенчалась неудачей. Так, как вы смотрите, ребят, вот на такую вот связку, он к сожалению, это минусанёт нашу принцессу, что довольно жаль, но в принципе держимся пока. Ещё бы я на самом деле добавил огненных духа, возможно, напрасно это делаю, но в принципе, по большому счёту уже не важно. Так, сплэш, спасибо духе, просто вы красавчики, благодаря вас, ну, не благодаря вас, а благодаря вам я забираю сейчас у него вышку. Это разве не прекрасно? По-моему, прям чётенько. После этого я делаю вот такую вот связку, чисто наземную, и мы глянем, к чему она нас приведёт. Там у него его, да, варвары пошли? Здесь, мне кажется, как должное, скинуть поизон можно, чтобы ему нельзя было просто-напросто брать и высадить свою орду миньонов, это нам вообще не нужно. Вот, кстати, он её высаживает, но не он, её, ну, хотя да, всё правильно сказал, он её орда, она моя, поэтому нормально. Он её высадил прямо в поизон, я, соответственно, поизоном всё это дело немножко отравил, и потом с помощью запа благополучно сваншотил. Это, по-моему, вообще прекрасно. Тут давайте скину яд, чтобы это, как бы, не продолжилась его атака ни в коем случае. Ну и, в принципе, шанс того, что он сейчас может забрать, получается, мою вышку справа или центральную, он, я думаю, просто мизерный, поэтому всё нормально. Здесь прилетает разряд, чтобы встанеть его мух, получается, немного его покошмарить, ну и всё, это у нас, ребят, победа, скорее всего, в две короны, или нет, в три? В три? О, отлично, интересно, а есть какие-нибудь бонусы за победу в три короны или нет? Или это абсолютно неважно? И, ну, конечно, анимация теперь очень крутая, мне очень нравится, ну и, в принципе, ребят, таким образом выглядит наша вторая победа, замечательно. А за третью победу мы с вами получаем уже сколько? Уже, извините меня, 700 золота и 35 карт, по-моему, прекрасно. Поехали далее. Соответственно, таким темпом катать. Опять же, ну, скорее всего, да, ребят, тут чисто девятые лвла и будут принимать участие. Скорее всего, регламент просто не позволит вступить в этот тур... ну, испытание, это не турнир, Данька, ты запомнить, ты можешь это наконец-то? Он просто не позволит таким игрокам вступить сюда, то есть тем, кто ниже, как вы понимаете, нужного уровня. Так, турнир... А, окей, окей, это... это немножко не то, ладно, не суть. Собственно, дело, ребят, вот такую вот связку, давайте я даже Пойзен скину, чтобы она обвенчалась большей удачи, замедлим мини-пеку, замедлим его вышку, соответственно, будем хорошо прокоцывать, я надеюсь. Ну, в принципе, да, смотрите, мы много кого замедлили, если бы еще его принцесса вытравилась, она прям вдоль Пойзена пробежала, что довольно прискоробно, но ничего страшного. В принципе, сейчас главное отдеваться от мини-пеки, потом, в идеале, отдеваться от принцесски. Я не знаю, справятся ли с этим одни варвары, подождите, по-моему, они не справляются, так что я, пожалуй, поступлю вот так, и здесь, наверное, разряд скину. Ух ты! О, не, нормально, слушайте, пойдет, пойдет, могло бы быть все гораздо хуже, если бы принцесса не шмальнула, все было бы куда, а печальнее, ну а так, покатит. Слушайте, мне кажется, мы с вами просто-напросто сейчас обязаны замутить связку гигант, мухи и Пойзен, это должно будет проконать, главное сейчас на это дело просто накопить эликсира. Это нам обойдется, извините меня, в 12, соответственно, единиц киселя, это дорого, безусловно, но зачастую это позволяет забрать вышку, поэтому давайте рискнем. Нет, подождите, я не хочу это делать, давайте я поступлю, пожалуй, так, противник сейчас, наверное, будет мини-пекой контрить шахтера, да, так оно и происходит, это, в принципе, нам позволит сейчас забрать у него вышку справа, если я все правильно понимаю, так оно и должно случиться. Да, кстати, мини-пека еще отвлеклась на гиганта, отвлекся, вернее, это же он, мини-пекарь. И, скорее всего, скину просто варваров тут, чтобы не париться абсолютно, да, я, наверное, так и поступлю, заберу сначала его мини-пекарь, он еще и принцессу решил засуицидить, что, по-моему, довольно глупым решением было с его стороны, и, наверное, гоблинов, копейщиков я вообще трогать не буду, всего лишь один там остался, поэтому он меня абсолютно не волнует. Ну что, ребят, пока все протекает более чем неплохо. Где его еще один сборчик? Если он его поставит, то, значит, эликсиру у него не будет, так уж дофигища. Все, отлично, он его поставил, поэтому я делаю вот такую вот связку, еще нужен поизон в идеале. Так, давайте, пушкенция, блин, пушка впитала абсолютно весь урон от наших огненных духов, это не совсем хорошо. То есть, я планировал, чтобы они воткнули в его вышку слева, ну, а получилось все немного иначе, здесь я, пожалуй, скину разряд, к сожалению, он мне не позволяет этот самый разряд, ой, дружище, у меня, знаешь, что есть еще тут, как бы, вот эта вот шняга, если она сработает, будет просто прекрасно, она, ну, она относительно сработала, мне нужен здесь яд обязательно, иначе все может куда печальнее закончиться, еще мушки, а в идеале здесь должны пойти. 480 на левой вышке, 1200 на правой, его ни в коем случае нельзя допускать ни до одной из сторон, это прям вообще, не-не-не, ни в коем случае, как вы, я думаю, уже поняли. Делаю еще здесь огненных духов, он только что потратил свой, а, свой разряд, прилетает здесь мой разряд, 9 секунд, не, я, я теряю вышку, это пока что ничья, и это, это хреново, друзья мои, это очень хреново, это может ничем хорошим не закончиться, как минимум. Так, мне нужна связка, сейчас, обязательно, гигант плюс варвары по центру, и тогда, возможно, шанс у нас с вами будет, очень даже неплохой при этом всем деле шанс. Пожалуй, варваров я скину тут, что-то я начинаю уже немножко переживать, яд, обязательно, иначе без него, мне кажется, не пройдет, ни хрена. Обязательно накидываем разряд, ой-ой-ой, слушайте, больно, вам не кажется, не? А гигант здесь, значит, я, слушайте, я волнуюсь, я серьезно очень переживаю, мне кажется, то, что мы сейчас можем абсолютно, абсолютно спокойно проиграть. Этого нельзя допускать, обязательно, обязательно нельзя, чтобы так оно все произошло. И, ребят, смотрите, вышка слева коцается, но и при этом наша тоже коцается. Гигант, братишка, его снесли, братика снесли. Мини-пека там как бы рубился, да, я видел, но ничего страшного. Так, принцесса по этой стороне идет, просто обязательно. 330 хп, я кладу здесь поизон, поизон положил, что мне это дает? Это мне пока ровным счетом не дает ничего, абсолютно. Так, миньончики здесь идут, миньончики тут. Шахтер, у меня же шахтер есть, что я туплю? 220, 130, как оно так? Ты что, гонишь 200 слева? Боже, какие катки, какой слив такой обидный прям. Ладно, хотя бы, знаете, что радует? То, что за победы, ой, вернее, за поражение не минусуют твои победы и награда не уменьшается, это приятно. Боже, такой слив прям идиотский. 100 гемов, на что я потратил, на то, чтобы так сливаться? Это же бред. Ладно, надо успокоиться, нужно собраться. Так, варвар, значит, да? По двум сторонам, зачем он это сделал, интересно? Что это за страта такая? Я ее первый раз встречаю, если честно вам признаться. Скину, пожалуй, здесь миньончиков, чтобы попытаться сохранить нашу принцессу. Не, не вышло у меня это сделать, малой самую. Но зато у меня вроде должно выйти. Провести вот такую вот связку. Не, 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 не совсем получится, походу. Да, не получилось. Обидно. Но зато шахтер там как бы рубит. Слушайте, а у него половина варваров, которая по левой стороне бежала, дошла до вышки и снесла. Такие приличные ХП. Вот что я хочу вам сказать. И ничего в этом хорошем я не вижу. Прилетает разряд по Хогу и Огненным Духам. И, в принципе, это смысл, я надеюсь, имело. Так, мне нужно успокоиться. Что-то я как-то переживаю прям сильно. Просто, знаете, вот первый раз участвую. Хотя, по большому счету, здесь ничего особенного нет. 100 гемов, это по большому счету, опять же, не особо-то и много. Что-то я как-то зачистил использовать это слово. Надо переставать, а то как-то уже становится нехорошо. Так, минусуем, значит, мы с вами его принцесску. Получается, наша принцесска обстреливает его вышку справа. Сейчас миндюнчиков по левой стороне заберем однозначно. И проблем тогда будет куда меньше. Так. Так, так, так. Здесь я, пожалуй, скину просто своего шахтера, который мне поможет быстренько справиться с его шахтером. Тут я добавлю гиганта и потом еще докину, наверное, огненных духов. И мы с вами посмотрим, что за связка получится. Ну да, варвары его ожидались, честно вам признаюсь. Но то, что у меня огненные духи так прям реально хреновательненько воткнулись в его варваров. То есть, три огненных духа на одного варвара, это вообще... Серьезно. Это просто ерунда. Так, так, так. Что мне можно тут сделать? Здесь мне нужно кидать варваров и разряд однозначно. Быстрей, быстрей. Отлично. Хотя бы, хотя бы что-то. Уже неплохо. Так, вышка слева как бы у меня страдает больше всего. Это видно прям. Здесь я, пожалуй, скину шахтера. Возможно, это было сделано напрасно, но не знаю. Так, там у него идут гоблины, да, значит. Поэтому я здесь, пожалуй, добавлю свою принцеску. Пускай хелпует. Мне хотя бы пытается хелповать. Так, отлично. Здесь я кину поизон, наверное, да. Буду вытравливать всю его мелочь, что там абсолютно присутствует. И вроде как получилось. Да, неплохо. Так, после этого я поступаю здесь. Таким образом скидываю гиганту. Он сейчас должен толкнуть, будет его принцессу. Она должна будет на него перефокусироваться. Да, так и происходит. Огненные духи катятся по той стороне. Здесь я, пожалуй, докидываю шахтера своего на хелпу. Значит, скидываю здесь яд. Вот так он прилетает. Соответственно, я коцую и вышку, и кучу всего. Разряд здесь. Значит, гоблины не надо трогать, пожалуйста, сторону мою. Ладно? Так, здесь я, пожалуй, наверное... Стоп. Он сваншотит ее? Да, он ее сваншотил. Лол. Ой-ой. Так, ладно, я не переживаю пока. У меня все не так уж и плохо, если честно, чтобы переживать. Поэтому переживать смысла я не вижу. Шахтеру просто покоцей. Я кидаю поизон. Да, поизон я зря кинул. Я уже, видите, действительно что-то волнуюсь как-то сильно. Нужно просто расслабиться. Варвары. Разряд. Под ухом огненным. Прекрасно. Принцесска на деф. Нам нужно сейчас, ребят, просто одефаться, и мы сможем перейти в грамотную контратаку. И все будет хорошо. Так, сейчас его шахтера мы заберем довольно быстро. Здесь переживать абсолютно не о чем. Делаю, значит, ребят, вот так. Гигант появляется на мапе. Миньоны также выходят на арену, так сказать. А огненные духи забирают его огненных духов. Мы что-то как-то, по-моему, вообще не дошли. Вам не кажется? У нас что-то абсолютно на его левой стороне, по-моему, даже и не было. Как будто. Так, его хог ожидался, поэтому я делаю так. Огненные духи пока не идут, на самом деле. Скину здесь еще принцесску, наверное. Не, ну он чисто одним хогом, если собирается забирать, это, по-моему, гиблая затея. Вот что я хочу вам сказать, друзья мои. Ракета. Он сейчас на это дело слил кучу элика. Этим нужно пользоваться просто стопудово. Стопудово, гик. Гигантик ты мой, родненький. На тебя сейчас просто такие надежды у меня, и они, по-моему, оправдаются. Да, 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 отлично, фух. Третья победа, вроде как. Одну четвертую от всего испытания мы, по-моему, тащим благополучно. Отлично, 35 карт. 700 золотишка. Еще можно будет получить. И, в принципе, ребят, награда уже такая. 45 и 800. Я очень не хочу сливать, серьезно. Прямо так первое испытание, и на нем зафейлиться было бы, ну, серьезно, обидно, согласитесь. Ладно. Пять боев провели, три из них победили. Это, в принципе, такой себе результат. Вот что мне хотелось бы вам сказать, но могло быть и хуже, согласитесь. Сделаю, пожалуй, ребят, вот таким вот образом скину гиганта, значит, тут и добавлю миньончиков. И мы глянем, что у него есть вообще по картам. Спарки, ты серьезно? У тебя спарки? Так, не, ну пока запять я смысла особого не вижу. Кто там у него? Ледяной маг, да? Да и вообще, на самом деле, надо, наверное, да. Я запнул, чтобы спарки забрать, и вроде получится. Давай, отлично, Муха, Муха просто четенько сыграла. Я думаю, слушайте, да, ребят, мы коцаем вышку, правда, сейчас принцесска заберет кучу всего нашего. Но пока меня все устраивает у противника спарки. Очень хорошо, что у меня, как бы, присутствует такая вещь, ну, как разряд, который будет, соответственно, разряжать его спарки. Это, безусловно, приятно. На его сборщик, я думаю, однозначно стоит оставлять, получается, шахтера. Это, я думаю, будет смысл иметь хоть какой-то. Так, там у него гигант, да, значит, идет. Соответственно, его желательно законтрить. Как мы с вами понимаем, офигеть! Как же просто четенько, согласитесь, огненные духи сыграли. Они закоцали кучу всего. Именно из его орды миньонов. Почти всю орду миньонов снесли ему. Наш гигант забирает его вышку, как вы, я думаю, могли заметить. И проходят дела у нас с вами, по-моему, отлично. Так, а он собирается ставить сборщик, может быть, что-нибудь такое делать? Он вообще планирует или нет? Или я, как бы, вообще, напрасно от него такого жду? Слушайте, варваров есть смысл кидать? Да, только здесь их надо скинуть. Далее я докину, пожалуй, ребят, шахтера с этой стороны и огненных духов здесь именно добавлю. И мы, соответственно, смотрим. А он кидает фаербол, но шахтер впитывает урон, да? Нет, нет, не впитывает. Но зато я сборщик забрал. То есть варвары чисто мне нужны были для того, чтобы впитать урон, для того, чтобы шахтер забрал вышку. Вот такая вот многоходовочка получилась. Такс, 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 такс. Сейчас начнется уже двойной эликсир. Я все это дело вижу. Он давно не использовал спарки. Значит, сейчас она пойдет у него, понимаете, да? Однозначно, да, вот и она. Соответственно, появляется на мапу. Я кидаю здесь поизон. Таким образом вытравливаю всю эту дичь. Прилетает разрез здесь. Не по его спарке, а чтобы забрать несколько минденчиков. В принципе, да, ребят, мы закоцали. Это хорошо. Я думаю, это смысл какой-то имело. Что теперь? Вопросить можно? Я сделаю, пожалуй, так, ребят. Ой, он накапливает кучу юнитов. Вот что я хочу вам сказать. Это прям чувствуется. И это очень опасно. Шахтер нужен, чтобы... Две спарки, лол. Ёлки-палки. Что мне сделать? Здесь такого можно. Отличный поизон, по-моему, с нашей стороны сейчас прилетел. Разрядом я, пожалуй, собью его заряд. Ну, я сейчас говорю про заряд спарки. И неужели я сейчас... Сейчас будет минус вышка, друзья мои. Минус вышка, которая справа. Это очень обидно, мягко говоря. Здесь, пожалуй, пойдет моя принцесска. Потому что у него... Офигеть! Я до сих пор не убил гиганта. Я же столько сделал. А он до сих пор жив. Жесть какая-то прям. Жесть. Еще та. Здесь, пожалуй, ребят, скину шахтера. Надо ледяного колдуна рубить. Однозначно. А то он дико мешает нам. А что теперь? Что теперь? Вопрос такой. Кстати, принцесска справа жива. Я ее вижу. И как бы это нам может помочь. Малость самую. Вот такая вот связка залетает. Скорее всего, ну, один удар от его спарки мы получим. Хотя, можно попытаться, чтобы нет. Да, мы не получаем удар и все. Это гг. Отлично, паццы. Просто охренительно. Какая победа? По-моему, четвертая. Да, четвертая победа по счету. Одну треть от турнира мы уже вроде как прошли. Ну и, в принципе, это не может не радоваться. За следующую победу нам сколько дадут? Можете сказать? 55 и 1000. Хорошо. Мне дали достижение или мне показалось? Показалось, наверное. Ладно. Так, ну что с тобой будем делать? Друг уважаемый, как вы смотрите, ребят, на связку гигант, мухи и огненные духи? Если он сейчас на мух будет тратить разряд, если у него таково присутствует, то это все. Это победа, считайте. Ой, принцесска там у него правда чапает. Это хреновенько. Мухи появляются там. Ой, у него колдун. Миньоны, походу, все. Кончились. Да, миньончики, ребят наши, закончились. Давайте я скину здесь мою принцесску, чтобы забрать его принцесску. Так, сейчас сплэш урон по вышке должен пойти и по его принцессе. Это хорошо, однозначно. Так. Быстро рубим стражей. Здесь присобачу поизон. Отлично. Зап его вынудили потратить. Уже, я думаю, неплохо. Все это добро стопорится, при этом всем коцается, но урон нам он нанес уже посерьезней, чем я ему. Все-таки колдун очень хорошо контрит всю мою мелочь, что я, как правило, накидываю. И в этом огромный минус. Серьезно. Что за фаерболт? Лол. Я думал, противник грамотный, но что-то не особо. Этим пахнет гигант. Блин, гигант не успел появиться. Он, конечно, сейчас оттолкнет принцессу. Это да, безусловно. А нет, даже не оттолкнул. Охренеть. Уже вышку почти. Снесли мне. Так, стражи очень тоже досаждают. Но, в принципе, сейчас есть большой шанс того, что у нас атака закатит. Если он колдуна не скинет, а колдуна он скидывает, но это все равно ему не помогает сохранить кучу хп на вышке. Потому что мы ее прокоцли уже знатно. Так, тут я делаю просто-напросто вот так. Я не знаю, зачем он сейчас скинул разряд. Он мог этот разряд потратить куда более полезно, нежели чем он сделал. И получается, ребят, все. Мы с вами забираем у него вышку. И сейчас наши принцессы должны будут с ним разменяться. Это неплохо. Ну, разрядом он ее уже не убьет, поэтому живем, пацаны. Живем. Что я могу еще сказать? Так, ну что, а как вы смотрите? Знаете на что? На связку варвары и гигант по центру. Я бы еще с удовольствием, на самом деле, в эту связку кинул огненных духов. Но это, опять же, если мне только хватит. Я, конечно, сейчас попробую накопить. Я не знаю, получится... Ой, как он неудачно накрывает фаерболом. Я, наверное, уже огненных духов скидываю, ну, просто напрасно. Да, всего лишь в одного стража это явно того не стоило. Вот что я вам скажу. Ну, половину хп мы снесли. Возможно, это того стоило как раз. У него тоже спарки, вы что гоните? Откуда у вас столько спарководы? Почему? Что-то вас как-то много в моей жизни стало. Так, он решил разрядом добить, и, кстати, это, возможно, было напрасно. С его стороны сделано. Так, ну, гигант ожидался, если честно. Так, смотрите, как я делаю. Запим тут. Варвара, значит, добавляю по этой стороне, чтобы забрать именно спарки. А далее даю гиганта тута. Так, миньончиков, пожалуй, скинем. Ой, гиганта мы смогли убить. Я думал, не получится, если честно вам признаться. Думал, не выйдет его забрать. И вроде как, ребят, все проходит просто офигенно. Офигительно, да, ребят. Все проходит очень даже знатно. Здесь я еще скину поизон, чтобы сейчас нанести урон по спарке, по вышке. И нужно сейчас просто оттягивать максимально время. Так, здесь, пожалуй, еще смотрите, что я сделал. Я кину здесь разряд. Получается, сделаю так. Варвары, которые просто отвлекут внимание. Поизон добивает его вышку. Сейчас нужно просто сделать так, чтобы никто не стрельнул. Четко. Пока идем нормально. Пока идем неплохо. Девятый уровень очередной был нами повержен. И это 5 из 12 боев. За эту катку нам накинули уже, ну, действительно, гораздо больше. А за победу шестую нам что дадут? Можешь узнать? У вас. А, 1265. Хорошо. Очень даже. Давайте. Так. Посмотрим, с чем играешь ты. Давайте, ребят, глянем именно на это дело все. Сейчас посмотрим. Посмотрим, что он стоит. Противник. А у него сборщик-то есть? У меня как бы шахтер выпал, было бы идеально, если бы сразу он его поставил, если честно. Но пока я не наблюдаю, так что давайте замутим, ну, довольно-таки, на самом деле, дефолтную связку. Шахтер, гиганты мухи, 6 эликсира, чисто шахтеры мухи и гигант пятерого. Что суммарно 11 стоит. Ну, в принципе, возможно, сейчас проканает. Слушайте, да вроде должно, если я все правильно, конечно, понимаю. Он к гиганту ничего не подцепит такого. Ой, ой-ой-ой. Наверное, поизон стоит кидать, но у меня на поизон не хватает. К сожалению, моему превеликому, поэтому давайте я сделаю просто, знаете, вот так. И на всякий пожар еще скину огненных духов, а то как бы накидывают люто, вам не кажется? Серьезно? Минус вышка уже? Какой размен-то вообще быстренький? Еще у него сейчас колдун справа накоцает. Что тоже неприятно, мягко говоря. Ай-яй-яй. Дела обстоят... Ну, в принципе, они бы обстояли хорошо. Если бы он мою вышку не забрал, надо было, наверное, как-то по-другому дефаться, а не так, как сделал я. Но уже как-то поздно, да, вроде решать. И по-другому действовать. Давайте, знаете, как я... Да что ж, так много с парководом. С чем это связано? Вы можете мне объяснить реально на каждом шагу с парки? Это, по-моему, не особо нормально. Как вы смотрите на то, чтобы я поступил таким образом? Блин, вот его колдун мне просто сейчас портит все карты, абсолютно. Я не знаю, что мне делать с его связкой. О, это, ребят, беда. Это просто огромная беда. Как мне быть, я не представляю сейчас. Я реально ума не приложу. Так, я уже потерял вышку, как вы сами могли заметить, я думаю. И здесь я, пожалуй, скину яд, чтобы он понемногу вытравливал. Ну и, скорее всего, ребят, это все. Конечное. Приплыли, насколько я понимаю, потому что с парки кидает последний заряд, и мы проигрываем. Ну, короче, мы практически дошли до половины испытания. Возможно, это такой себе результат, но, в принципе, не знаю. Так, смотрим. Да, и получается мой приз 5000 золота и 185 карт. Ну, я не знаю, давайте откроем. Большое испытание 5000 золота. Слушайте, ну, возможно, это реально того стоило. Давайте посмотрим, что нам отсюда выпадет. Стрелы, ледяные духи, гоблины и эпики. Два арбалета. Ну, в принципе, я думаю, это, ну, не то чтобы... А, вот, все-таки награда мне не показалась. Восьмое место, да? Выиграйте 8. Окей. В принципе, ребят, я доволен. Я действительно доволен. И вот таким вот образом выглядят испытания, которые добавили в игру. Сегодня я не планировал как-то занимать какие-то реально топовые призовые места. Я просто хотел немножко поиграть и показать вам, что они из себя представляют. На этом, ребят, мы будем с вами заканчивать. Большое вам спасибо за то, что смотрели. Было дико приятно для вас записать данный ролик. Будем надеяться, что вы поняли, что они из себя представляют данные испытания. И, соответственно, сделали свои выгоды. Все, ребят, всем удачи, счастья, здоровья, всего самого лучшего. Увидимся с вами в ближайшем будущем на новом ролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok